Дошло до того, что ледоколы для Аркти строим в Турции, понимаешь. Что вы говорите? Конечно. Не в Санкт-Петербурге разве строят? Перенесемся в наше время. А что изменилось с тех пор? Ничего. Хуже стало. Только хуже стало. И особенно это показало специально военные операции. В Тикси были находки амуниции немецких подводников. То какой-нибудь этот планшет, то что-то из одежды. Это означает, что они и там орудовали, и возможно выходили на берег. Но ведь Балтийский и Азовко-Черноморский, бассейн, для нас это ахиллесово пята. Конечно, все, что касается Китая, покрыто большим мраком и туманом. Даже сейчас мы толком не знаем, сколько этих китайцев на самом деле. Полтора ли их миллиарда, а может быть их там и миллиарда нет. Нет морской силы государства или морской мощи, как говорят. Можно считать, что оно обречено. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич. Добрый день. Давненько мы с вами не встречались, уже, наверное, больше года, а то и больше. Только что закончилась встреча в Пекине, когда выступал президент России Путин. Он и про шелковый путь говорил. Но совсем недавно он говорил и о другом. О том, что нужно строить некие дороги не только по Северному морскому пути, о котором он тоже говорил в Пекине только что, но и по материку, по тундре или там как-то тянуть какую-то дорогу. Для чего это нужно? И когда это будет? И что это вообще такое? Тут, понимаете, события так, наверное, совпали, что ли. Потому что совсем недавно президент Российской Федерации подписал еще распоряжение, которому он дал поручение начать проработку строительства так называемой Северосибирской железнодорожной магистрали. Ну, он дал поручение, на самом деле, Министерствам и ведомствам Российской Федерации при участии администрации Кемерской области, губернатора Кемерской области. И, значит, на самом деле это неспроста, потому что здесь преследуется в том числе и сиюминутная такая цель, или так, цель на ближайшей перспективе, но и дальняя такая цель. Чтобы понять, что это такое и почему какое это имеет огромное значение для нашей страны, вот мысльно давайте представим себе карту России. И, допустим, она пустая, значит, так, и нанесем на нее железнодороги, ну, чтобы хорошо было видно, что куда идет. Мы увидим, что в европейской части страны так сложилось, что у нас есть два таких центра, ну, сам Петербург и Москва, столицы, от которых в радиальных направлениях уходят железнодорожные линии. Ну, вот, скажем, от Москвы 12 радиусов, значит, уходят железнодорожные линии. И они потом между собой связываются такими кольцами. В целом создана более-менее такая регулярная сеть железнодорог. И можно так рассудить, что вот есть два радиальных центра, а можно говорить о том, что если карту европейской части России развернута так, что перед вами окажется центр, значит, то увидим, что там более-менее регулярно сетка создана. Это создавалось столетиями, это создавалось в том числе в оборонных целях и в экономических целях для того, чтобы обеспечить выходы в глубинных районах центральной России, к морям, между собой их связать. А вот если мы обратим свой сбор дальше, на Сибирь, на Урал, то как она была сто лет назад одна единственная транссибирская магистраль, так она и есть. Ну, конечно, за это время произошло много воды утекло и много важных событий произошло. Транссибирская магистраль сегодня самая грузонапряженная магистраль в мире. Это единственная двухпутная магистраль, полностью электрифицированная на всем протяжении своем. А тянется она немного не мало на 9288 километров. Но она, к сожалению, единственная. А-бам! Сейчас вот в том виде, как это есть, то Байкал-Амурская магистраль, по сути дела, это удаленные две нитки, то же самое магистрали. Почему? Потому что есть такой населенный пункт, город Тайшет, значит, это Иркутская область. И если мы посмотрим, что из себя представляет Тайшет, то это вот узловая такая точка, в которую с востока приходят две железнодороги. Одна из них БААМ, другая Транссиб. И с Тайшета, и с запада приходят две железнодороги. То же самое Транссиб. Значит, и так называемая трасса Мужества. Помните, Владимир Чавелихин про нее писал? Это вот дорога Абакан-Тайшет, которая строилась в невероятно сложных условиях на Великой Отечественной войне, и которая связала Кузбасс с Тайшетом. Вот они сошлись в одной точке. Вот дальше, на восток, значит, пошла Транссибирская магистраль, но из Тайшета, ну, продолжение. Но ведь и БААМ оттуда начинались. Тут, по сути дела, значит, до Тайшета одна линия все равно. Поэтому можно считать, что Транссиб раздвоился, часть пошла в район Ванина-Советская гавань, это Байкал-Морская магистраль, а другая, Владивосток. В том виде, как сейчас есть, она не решает проблемы чрезмерной загруженности Транссибирской магистрали. И вы видите, какие усилия принимаются для того, чтобы расширить про возможности Транссиба и БААМа, довести их до 200 миллионов тонн, значит, и даже больше, потому что затор. Вот по мнению экспортов, ну, разная есть точка зрения, ну, примерно 90-100 миллионов грузов, а нет, тогда еще больше, 190 миллионов тонн грузов, то есть вдвое больше, не нашли возможности отправить по рожжам дорогам из-за их чрезмерной напряженности. Одним из самых главных грузотправителей является Кузбасс. Из Кузбасса уходит уголь и в европейскую часть нашей страны, ну, центр, Урал, западная Сибирь снабжается кузбассским углем, и теперь уже на восток кузбасский уголь пошел. А там он встречается еще с восточно-сибирскими углями, с якутскими углями, и эта трасса чрезвычайно забита. Кроме того, Урал же дает еще много металлической продукции. А вот уголь и металлы в целом по стране, они занимают примерно 46-45% всей отправки грузов. То есть, вот огромная грузовая база. Конечно, есть и другие центры, откуда отправляется уголь и металл, но Кузбасс самое главное. И вот, ввиду того, что транссибы, БАМ, перегружены на востоке, на западе тоже очень напряженный участок железной дороги, транссибы. Ну, скажем, вот, участок Комск-Новосибирск попал в пенегу рекордов Гениса как самый грузонапряженный участок железной дорог на нашей планете. Туда как раз попадает в том числе и кузбасский уголь. Значит, получается, что надо срочно решать проблему, как разрядить обстановку. И вот, в том понимании, как сейчас президент дал поручение, надо построить такой же дорожный магистрат, который на западе начнется в Нижевартовске. Это Ханты-Массийский автономный округ. Я напомню, что туда, в Нижевартовск, приходит же дорога из Тюмени. Тюмень, Сургут. Значит, дальше она пошла на Уренгой, на север и повернула в Нижевартовск. Это действующая сегодня дорога, да? Это действующая. А с другого конца, значит, северно-сибирская магистраль, как сейчас предполагается, она дойдет до Устелима. Город Устелим такой есть. Так, это уже Иркутская область, это Восточная Сибирь. Таким образом, Западная и Восточная Сибирь связываются между собой. Через Томск, там есть такой пункт, на Белояр, значит, помните, Белоярская АЭС, там и так далее. Лесосибирск, это уже на Енисея. Карабулак, это, значит, на Ангаре, но там, где Ангара подходит, Кенесей, и Устелинск. А Устелима, имея через хребтовую станцию, выход на БАМ. То есть, получается, что мы решаем вопрос обхода Тайшета, вот этой узловой точки, где сходятся все нитки, которые на единственный, главный узел. Решается вопрос, значит, о том, что если отправлять уголь из Кузбасса на запад, то мы минуем вот это вот грузонапряженное участок Омск-Новосибирск. Вот как сейчас выглядит эта ситуация. Новый ли это проект? Ну, на самом деле, к нему обоснования, расчеты сделаны были еще в 1983 году. То есть, этот проект достаточно известный. Ну, длина дороги примерно 2000 километров. По нынешним оценкам, это порядка полутора триллионов рублей будет стоить. Вот он решает вот эти задачи. Но, я хочу сказать, что на самом деле значение этой железной дороги, оно значительно больше. Только если она не останется в том виде, как вот сейчас пока что планируется, и если она получит свое логическое завершение и на Востоке, и на Западе. А какие должны быть эти завершения? Ну, вот, давайте так скажем, как мы представляем себе, свою страну, как государство, которое не претендует на роль мирового гегемона, но способно обеспечить свою самостоятельность, независимость, целостность, единство. Значит, это то, что мы понимаем по словам суверенитет. Ну, как обеспечить суверенитет? Вот знаете, есть такая наука геополитика. Один из главных выводов заключается в том, что ни одно государство не может обеспечить свою действительную самостоятельность и экономическую и военную независимость без сочетания, значит, что его сухопутная сила должна обязательно быть дополнена морской. Нет морской силы государства или морской мощи, как говорят, значит, можно считать, что оно обречено. Этому можно привести много исторических примеров, но наиболее такие, что ли, яркие. Это Китай с середины 19 века, помните опьянные войны? И Япония опять-таки до середины 19 века. Ну, пожалуйста, Китай. Считается, что в 18 веке и в первые трети 19 века Китай был самым мощным в экономическом отношении державой. Считается так. Конечно, все, что касается Китая, покрыто большим мраком и туманом. Даже сейчас мы... А сейчас два слова в тему. Я обращаюсь к руководителям предприятий, активно использующих электродвигатели самых разных мощностей. Я отлично знаю, что вы вечно мечтаете о модернизации силового электрооборудования. Ищите решения, которые не только повысят эффективность, но и будут экономически оправданы. Сегодня расскажу вам о новом поколении асинхронных двигателей от компании Сов Элмаш, которые станут ключом к решению новых вызовов, стоящих перед вашим бизнесом и перед страной. Кстати, если вы не являетесь руководителем такого предприятия, а просто работаете на нем, или вообще не имеете отношения к данной отрасли, но интересуетесь прорывными технологиями и возможностями на них заработать, то данная информация и вам будет интересна. Есть такая технология обмотки, против внедрения которой развернута целая информационная война. Эта технология называется Славянка. Это не просто обновление асинхронного и тягового двигателя. Классические электродвигатели, перемотанные по технологии Славянка, обладают уникальными характеристиками и превосходят все мировые аналоги. А это всего лишь модернизационный ресурс данной разработки. Перемотанные двигатели расходуют на 40% меньше электроэнергии и меньше шумят. А если производить железо под такую инновационную обмотку, то требуют при производстве в среднем на 30% меньше меди и дорогой электротехнической стали. Вот характерный пример. Летом 2017 года был перемотан генератор автомобиля КАМАЗ из команды КАМАЗ Мастер. Вы не поверите, но мощность его генератора увеличилась почти на треть. Поэтому я смело утверждаю, что ваше участие в проекте по строительству проектно-конструкторского технологического бюро электродвигателей в свободной экономической зоне Алабушева в Подмосковье вместе с компанией Сов Элмаш это инвестиции в будущее вашего предприятия. Став соинвестором или акционером предприятия, вы сможете не только участвовать в ее прибыли, но значительно снизите затраты своих компаний и предприятий как на электроэнергию, так и на обслуживание силовой электротехники. Вы станете первыми получателями самых современных асинхронных электродвигателей. При активной поддержке властей Подмосковья здание инжинирингового центра Сов Элмаш уже построено, подведены все коммуникации. Для завершения строительства, привлечения оборотных средств и развертывания производства лучших в мире асинхронных электродвигателей нужно привлечь еще порядка 800 миллионов рублей. Крупному инвестору предоставляется возможность посетить место строительства и изучить рабочую документацию. До уменьшения рисков инвестора компания Сов Элмаш не аккумулирует все необходимые средства, а реализует проект с колес. Три года назад было получено разрешение на строительство и уже весной следующего 2024 года предприятие будет введено в эксплуатацию. А сейчас привет из Донбасса. Двигатели от Сов Элмаша уже зарекомендовали себя в угольной промышленности, где условия работы считаются одними из самых сложных. Еще в 2013 году в Донецке на шахтный электровоз был установлен электродвижок модернизированный по технологии Славянка. После этого электровоз без перегрева вытянул 11 вагонеток с углем, тогда как обычный мотор тянул лишь 5. На мой взгляд это хороший пример. Важно понимать, что для инвесторов риски сейчас самые минимальные. инжиниринговый центр для разработки и производства уникальных асинхронных электродвигателей в любом случае будет сдан госкомиссией менее чем через полгода. Вопрос произойдет это с вашей помощью или нет. Если завтра появится инвестор на недостающую сумму, финансирование проекта будет закрыто, а предприятие будет акционировано, чтобы имитировать акции и 49% передать инвесторам. Поэтому я приглашаю вас в будущее вместе с компанией SofLMash. Для этого перейдите по ссылке в описании на сайт IT-платформы, где организован сбор средств и электронный документооборот инвестора. Если кто-то вас ругает, это не значит, что он говорит правду. История часто говорит об обратном. Присмотритесь и действуйте. Конечно, все, что касается Китая, покрыто большим мраком и туманом. Даже сейчас мы толком не знаем, сколько этих китайцев на самом деле. Полтора миллиарда, может быть, их там и миллиарда нет. А что касается прошлого, то там, конечно, все в тумане. Но, тем не менее, считается так, что в первой третий 19 века чуть ли не 30-40% валового мирового продукта производил Китай. И Китай, между прочим, создал мощный флот, океанский флот, флот и военно-морской и торговый флот. И мы говорим, что вот Васка Дагамо в свое время обогнула Африку, открыла нам путь туда. Китайцы еще раньше нас достигли берегов Африки, только с востока. По целому ряду причин, скорее всего, внутренних и экономических, идеологических, возможно, там, династических, они приняли решение, это было официальное решение со всеми почтами адмиралов замкнуться самим себе и жить счастливо и спокойно. Ну и жили они счастливо и спокойно до тех пор, пока туда не явились англичане. Англичане, желая и организовая торговлю с Китаем, а что им оттуда из Китая можно было купить? Очень много ценных и полезных вещей, которые стоили сумасшедших денег в Европе. И шелк, и фарфор, и всякие пряности, и так далее, и так далее. Но продать им было категорически запрещали что-либо покупать за границей, в том числе мануфорктурные изделия английские и так далее. Ну как сегодня. Как и сегодня, да. И они, англичане, наладились продавать туда опиум, выращивали в Индии для, между прочим, для религиозных целей опиум. Они научили китайцев использовать его в совсем других уже целях и массово поставляют туда опиум. Когда китайское правительство обнаружило, что армия недееспособна, значительная часть крестьянства. Они его как употребляли? Кололись, шприцом же не было. В основном курили. А, курили, да? И они запретили англичанам привозить от опиума. Англичане наставили, как-то так, покупайте. Что произошло дальше? Англичане прислали туда свой флот и относились небольшими силами. 4000 человек у них был десант, который они высаживали на берег. Они поставили под контроль весь Китай. Каким способом? При помощи флота они перекрыли устья всех крупных рек, а поскольку внутренние сообщения тогда не очень были развиты в Китае, в основном река, море, опять река. Значит, поставили под контроль всю внешнюю внутреннюю торговлю, парализовали, будем говорить, экономику. При помощи совершенно небольшого числа войск, они поставили под контроль весь огромный Китай. Вот это пример того, как относительно небольшими силами страна, располагающая большими морскими возможностями, ставит под контроль огромные сухопутные страны. Поэтому, видимо, китайцы допустили роковую ошибку тогда, когда отказали со строительства своего флота. Когда-то. Значит, за сто лет до этих всех событий. Ну, то же самое и в нашей своем любимой Японии, поскольку много раз мы говорили про Курилы и так далее. Американцы прислали эскадру адмирала перей и открыли японские рынки для себя. А ведь Япония на протяжении почти 300 лет была абсолютно закрытым государством, никого не впуская и не выпуская. Они запрещали своим подданным строить корабли, куда-то передвигаться и так далее. Значит, свой флот ликвидировали, а чужой получили. Вот это говорит о том, какое все-таки имеет значение для свободы, независимости государства. Эти примеры говорят. Если возьмем нашу Россию, то понятно, что вот если взять историю нашу России, то это непрерывное движение, в том числе к морям. Помните начало средних веков, там, начиная с 13 века и так далее, движение на север к Белому морю, к Кольскому морю. Значит, ведь уже первые русские монастыри появились уже в 14-15 веке на Кольском полуострове. Вот почему на него никто не претендует, не наши эти друзья в кавычках Норвегия, там, или Фины и так далее. К Финскому заливу, это движение на север, движение на восток, встреча морю, к Тихому океану. Уже в 18 веке, будем говорить, четкие позиции Петра I, отвоевания старых наших земель на Балтийском море, значит, и завершила Екатерина II, когда мы вышли на Черном море. Видите, как, вот эта вот позиция, позиционирование России на морях, оно, конечно же, превратило Россию в мировую державу. Это непреременные такое условие. Но вторым условием является то, что ты имеешь выходы на море, значит, ты должен иметь еще такие выходы, которые обеспечивают тебе путь прямо в открытый океан, чтобы ты от него не зависел никогда. Вот возьмем, ведь длительное время было соперничество между Испанией, значит, те в Великобритании по поводу испанской колонии. Испанцы оттуда возили золото, серебро, англичане их грабили. Значит, это вывелось войной между ними. Значит, англичане тогда стали господствовать над морями и победили Испанию, когда они захватили Гибралтар. И половине испанского флота не дали возможности выходить в открытый океан. Они разделили испанский флот на две части, уничтожали при необходимости его по частям. То есть, на самом деле, ты должен иметь еще такую конфигурацию своих портов и так далее, и так далее, чтобы она делала независимые твои связи с внешним миром. Вот почему для нас такое большое значение имеют порты на Дальнем Востоке и на Тихом Океане. К сожалению, несмотря на то, что наши предки сумели владеть побережем 13 морей, которые омывали Российскую империю, потом Советский Союз и которые сейчас омывали Берега России, в этой нашей конфигурации морской деятельности существуют уязвимые места. Вот если взять сейчас товарооборот, в прошлом году он составил примерно 841 миллион тонн грузооборот на морском флоте России. Из них 60% пришлось на два бассейна Балтийский и Азовско-Черноморский. Видите как? Но ведь Балтийский и Азовко-Черноморский бассейны для нас это Ахиллесово-Петах. В любой момент могут быть перекрыты проливы. Где у нас остаются возможности для выхода в открытый океан? Это Дальний Восток и Арктика, Север. Вот почему необходимо создавать новые мощности портов на Дальнем Востоке и в Арктике. Ну, в Арктике уже давно стоял вопрос еще в советское время о создании нового Архангельского морского порта. Он несколько севернее находится, чем сам Архангельс, потому что к Архангельску сложные подходы из-за того, что там небольшие глубины, двина и так далее. Это давний проект. Есть такой проект создать порт Индиго. Индиго это, знаете, помните полуостров Канин, мыс Канин-Нос, который мы в школе по географии изучали. Канин-Нос, да. Вот на этой стороне море, значит, на одной стороне Белое море и Архангельск, а на другой стороне это уже выход в океан порт Индиго. Там сейчас есть какое-то поселение? Там есть древнее поселение старинное, но это, ну, скажем так, сельско-промысловое поселение, которое традиционно по морю основали. А там в очень высоких глубинах, значит, в принципе, из-за влияния все того же Гольстрима достаточно хорошая ледовая обстановка. На запад можно 7 или 8 месяцев в год уходить, на восток ледовая обстановка несколько хуже, но 5 месяцев без ледокола может. Значит, там глубины позволяют принимать суда дедветом до 350 тысяч тонн. Ого! Это гигантские суда. Огромные суда, да. Там император Николай II прицелился там порт поставить, так. На Дальнем Востоке значит, ну вот мы знаем о том, что главная наша военно-морская база это Петропавловск-Камчатский. Но Петропавловск-Камчатский все-таки во-первых, оторван от всего и во-вторых, на самом деле это скажем так пункт, который ничем не связан с материком. Практически, да. Да. В этом его извимость. Значит, Владивосток, значит, помните открыт-закрытый порт Владивосток песня такая была, он действительно закрытый с точки зрения океанских коммуникаций. Вот тебе пролив Цусима, вот тебе Сангарский пролив, это между японскими островами, значит, и вот тебе пролив Слаперуза, который мигом блокируется. Остается, конечно, Охотское море, которое, как мы с вами говорили, до тех пор, пока Курилы в наших руках, это наше внутреннее море, но через которое можно осуществить свободный выход в океан, через Курильские проливы, больше того, значит, Курилы, это еще и способ прикрыть, значит, способ защиты, как говорил Василий Сталин, нашего, нашего берега и флота на Охотском море, вообще на Дальнем Востоке. Значит, Магадан, который требует развития, как порт, значит, Аян, такая точка на побережье Охотского моря, где действительно можно было создать серьезные такие портовые мощности. Значит, ну вот, сейчас Тюмикан начал развиваться, туда тянуть океанскую дорогу новую, но все-таки там ледовая обстановка и судоходные глубины не очень велики. То есть, иначе говоря, перед нами стоит задача укрепить свои портовые позиции как на севере, так и на Дальнем Востоке, для того, чтобы обеспечить себе выходы в океан. Но ведь на самом деле это только полдела, потому что бесполезен порт, если он не связан, надежно не связан сухопутными путями с глубинными районами страны, если он не связан. Значит, ну мы на этом сами обожглися. Вот посмотрите, все-таки в 19 веке, 19 века у нас была в Крыму достаточно мощная военно-морская база, но Крымскую войну мы проиграли прежде всего логистически. Да, там было много причин, были отставания в техническом оснащении вооруженных сил, но ведь самое главное, что мы не могли туда доставить ни припасы, ни войска, потому что невозможно было пройти по бездорожью, эти степи и так далее, в период распутиться и все остальное прочее. Значит, вот железнодорога нужна, которая связала бы, она нам показала это. И мы проиграли логистическую войну на Тихом океане с японцами. Значит, как только было налажено движение по льду Байкала, железнодорожное движение по льду Байкала, и можно было проводить суда на китайскую Мажурскую железнодорогу, КВЖД, сразу же обстановка на фронте, на японском фронте переменилась. Значит, у нас было переборожено до полумиллиона вольт, японцы запросили мир. Вот откуда конференция Сан-Франциско и Порт-Тульский мир был заключен. Начало, когда, значит, в 93-м где ВИД подписывал этот договор. В 95-м подписывал. Они нас разгомили, наш флот. Помните, значит, Сказа Рождественкова шла из Санкт-Петербурга вокруг всего земного шара, который встретили нас с усими и разгомили наш флот. А до этого, значит, была героическая оборона Порт-Артура, где тоже флот наш погиб. Значит, у нас на Дальнем Востоке остался только один порт, Владивосток, который надо было защищать. Бои на сухопутной части с Лев-Манчжурии. Значит, и мы до тех пор там не имели успеха, пока мы не могли туда в достаточной степени снабжать свои войска, значит, провиантом, оружием и подкреплением. Значит, в это время железная дорога доходила только до Байкала, значит, и после Байкала, и строилась Кругобайкальская железная дорога. И поэтому надо было перегружать, значит, на подводы, обозы и так далее. Но как только наши инженеры сумели соорудить зимой связь одного берега Байкала с другим, и началась переброска туда. По льду? Была железная дорога? По льду. Первый раз это слышали? Да, по льду. И все, значит, все. Японцы, значит, почувствовали запах поражения. Там уже полмиллиона армия была сосредоточена. Учитывая вот этот весь опыт, понимая о том, что позиции наши на море уязвимы, все время принимались решения на то, чтобы соединить глубины района страны с нашими главными портами. И сейчас мы с вами возвращаемся к тому, с чего начали. 1914 год. Началась война, Первая мировая война. В декабре 1914 года начинается изыскательская работа проектированной железнодороги от Петрозаводска до Мурманска. В декабре 1914 года. По специальному указу царя 1 ноября 1915 года начинается масштабная работа по строительству железнодороги. Ну что, в годы войны некуда деньги было девать? Выделены были огромные деньги. То есть, с Карелии на север до Мурманска? Конечно, на Мурманск. Почему? Да потому, что опять под угрозой стало еще Балтийское море, потому что не до конца, но немцы перекрывали его. Нарушила связь с нашими союзниками. И Черное море находилось в руках тогдашнего союзника Германии и Турции. И не даром царь императора Николая II прорушил целью войны завладеть проливом Босфора Дарданелла. Так. Почему? Для того, чтобы обеспечить логистику, связь с внешним миром, союзниками, значит, и торговля, и поставки, в том числе военного снаряжения. В конечном итоге они шли через Архангельск, но тем не менее дорога на Мурманск упорно строилась, потому что самая удобная точка незамерзающая порта. Закончилась Первая мировая война, революция. Мы готовимся понимая о том, что война назревает, готовимся к ней. Одно из мероприятий это создание мощной военно-морской базы строительства порта в том же самом Мурманске. И вот Совершен Сталин редко когда выезжал, как вы знаете, за пределы Москвы и так далее, он лично значит, поехал и был в Кольском на в Кольском заливе рассматривая вопросы на создание здесь крупной военно-морской базы. Это в плане подготовки к войне. И Мурманск сыграл выдающую роль, как вы помните, в поставках по Англиизу и так далее. Недаром его так упорно защищали наши войска и город стал городом-героем. Не давали прорваться через... Норвеги с немцами хотели его взять, да. Хотели взять. Ну, вот это всем нам известно. Но ведь на самом деле в это же самое время происходили и другие события. немцы развернули вовсю операцию своих подводных лодок на востоке от Мурманска. Это Баренцево море, Карское море, значит, на Новой земле, на островах Визы, на островах Франции и Осифа. Они организовали, значит, базу для своих подводных лодок. Значит, и вовсю оперировали там. Какие цели их операции? Перекрыть поставки Лиза через Северно-морской путь. Раз. Значит, перекрыть работу наших добывающих предприятий, которые были на Севере, для поставок на фронт морским путем Через Хангельс. Два. Парализовать работу флота, который оборонял Мурманск. Три. Дело доходило до того, что линкор, один из крупных линкоров атаковал Усть-Енисея, наши базы Усть-Енисея. От него, значит, отстреливались, понимаешь, с Диксона. С Диксона отстреливались. Больше того, вот знаете, где находится Тикси? Это вообще Восточно-Сибирское море. Вот Баренцево, Карское, Морелапни, Восточно-Сибирское. В Тикси были находки амуниции немецких подводников. То какой-нибудь этот планшет, значит, то что-то из одежды. Это означает, что они и там орудовали и, возможно, выходили на берег. Учитывая все эти обстоятельства, его селекционный Сталин принял решение о том, что надо расстреточить Северный флот на разных базах и обеспечить себе еще порты для выхода в открытый океан. на севере. В этой связи уже в 1946 году принимается решение о строительстве железной дороги. Значит, это вот так называемый 501 проект знаменитый, значит, который шел до Норильска. Откуда? А вот откуда. В старые царские времена и там вот наш знаменитый промышленник Мамотов принимал участие и так далее была построена железная дорога до Архангельска. На этой железной дороге есть такая станция Канаша. В 1937 году было принято решение о строительстве железной дороги от станции Канаша до самого северного Урау до Воркуты. Почему? Потому что там были открыты месторождения углей и по пути еще Ухта, сейчас это не так звучит, а раньше Ухта, это же нефть. Вот для освоения этих месторождений в 1937 году железной дорогу начали строить. Когда началась Великая Отечественная война, ее не прекратили строить. Она и строилась, и работала, и строилась, и работала. И она сыграла выдающийся роль в снабжении Центральной России и Ленинграда северо-западу углем. Потому что Донбасс отошел к немцам, немцы оккупировали Донбасс. И вот ближайшая угольная база, такая мощная база, это, конечно, Воркута. Там построили шахты, железная дорога строилась и перевозили уголь. 70% угля в блокадном Ленинграде поступало из Воркуты. Неподалеку от Воркуты есть такая станция Чум. Чум? Чум. Вот от этого Чума было постановление Санаркома и под руководством Сталина о том, что от этого Чума надо перевалить Северный Урал и выйти до станции Лабытнанги. Это на берегу реки Аби. Значит, там есть еще рядом станция Пскай. Но там не останавливаются. Надо было повернуть строго на север, на полуостров Ямал, откуда сейчас отгрузки идут нефти, газа и так далее. И, значит, на одном из мысов Абской Губе Каменный мыс было намечено построить крупную военно-морскую базу. Это решение было принято. Стройка с 48-го года уже развернулась. Вот строился участок от этого Чума Лабытнанги одновременно велись изыскания под новый порт и под строительство железной дороги туда. Но выяснилось, что условия природно-климатические и особенно креологические, ну, вечная мезлота и так далее, не позволили там размещать порт. Нагонные ветры с большой волной, низкая глубина, значит, как бы горные породы, которые складывали, но не позволяли углубить, да, большие глубины, чтобы большие суда были пройти. А береговые сооружения, возможно, было надежно разместить на вечном и золоте. Потому что мезлота-мезлоте разница. Значит, там, будем говорить, остаточные грунты, которые легко тают и все остальное прочее. Поэтому было принято решение опять-таки за подписью Иосифа Стреоновича о том, что дорогу развернуть, от Лабыднанги не на север ее направлять, а прямиком на восток и порт разместить в устье Енисея. Вот откуда взялась эта знаменитая 501-я стройка. Которую сейчас называют или мертвой дорогой, или там заброшенной дорогой, и так далее. Вот-вот-вот ее истоки. Северный Урал. То есть, вот не просто блашет какая-то. Ну, в самом деле, вы подумайте, война вот-вот закончилась, только работа по восстановлению народного хозяйства, по укреплению обороноспособности, и вдруг такая стройка. Вот. Ну, к сожалению, она не была закончена. Ее бросили, да. Да, но этим самым я хочу подчеркнуть, насколько важно, чтобы пункт 1, значит, наши порты имели выход в океан, и пункт 2, значит, имели связь, надежный, сухопутный связь с глубинными, альонами, значит, страны для того, чтобы обеспечить деятельность спорта и дать выход всей стране в океан. Перенесемся в наше время, значит, так, а что изменилось с тех пор? Ничего. Хуже стало. Только хуже стало. И особенно это показала специальная военная операция. Наложили санкции. Вот я говорю, 60% наших грузов идет через опасные пути на Балтийском море и на Черном море, которые в любой момент могут быть перекрыты. Вот теперь-то вновь возникла актуальность по строительству вот этих портов. Ну, а как эти порты связать между собой? Ну, вот Северо-Сибирская магистраль, это северная, значит, Транссиба, вот она расположилась. Вот я вам говорил, значит, на Востоке она берет начало, допустим, в Усть-Илиме, а заканчивается в Межевартовске. Вот для того, чтобы связать глубины района России, раз, и в Восточный Сибирь, Западный Сибирь, Дальний Восток, Урал и Северо-Запад страны, сплошной выводить ее на Усть-Илиме не остановятся. Надо идти через Якурск прямо на Магадан. Прямо на Магадан. Ну, это мечта была всегда. А с этой стороны на Западе, значит, Нижевартовск, это промежуточная точка, надо выводить ее на Северный Урал. А когда мы подойдем к Северному Уралу, там есть два проекта, которые муссолятся уже лет по 20-30, но, во всяком случае, все по советское время. Это проект Белкамор, значит, Белое море, Коми-Урал, это железнодорога, значит, которая должна брать начало в Соликамске, проходить через Солихард и выходить прямо в Архангельск, в Новоархангельске, морской порт. И Баренск-Амур, это железнодорога, которая на Урале, на одержившейся станции в Дель, должна выйти, значит, на станцию, на линию, которую я говорил, северной железнодороги, идущую на Воркуту, там есть такое местечко, Сосноборск, и прямиком на Индигу, на Новый Порт. И вот, просто в себе, мы получаем вторую линию, параллельную транссибу, которая выходит, идет севернее, выходит на Магадан, значит, и выходит на Арктическое наше побережье, на северо-западе нашей страны. Мы получили вторую линию, которая как обруч связывает всю страну. Мы выиграем несколько, преследуем несколько целей. Мы усиливаем свою морскую составляющую, в том числе военную составляющую. Мы связываем самый центр глубинной районы России со своими океанскими портами. Мы связываем эти районы между собой, потому что ведь на самом деле товарооборот у нас сейчас идет, мы говорим, на восток пошли товары, но они же пошли динамо, не на транзит. Надо связать экономику этих регионов между собой путем создания крупных новых промышленных центров по типу советских ТПК, территориально-производственных комплексов. Вот какая задача на самом деле стоит. Это одна задача, а вторая, на этой базе всемирно развивать свои флотские возможности. 90% рыбного флота имеют строк службы больше 25 лет. Торговый флот имеет средний строк службы 27 лет, то время как предположим в Японии 8 лет, в США 15 лет. То есть у нас устаревший флот надо строить. Мы строим где? В Южной Корее в основном. Дошло до того, что ледоколы для Аркти строим в Турции и так далее. Что вы говорите? Конечно. Не в Санкт-Петербурге разве строятся ледоколы? Большие, атомные в Санкт-Петербурге. А значит дизельные для таких портовых, нож для и так далее. Пожалуйста, в Турции нету как бы мощности суда строения. Ну вот, пожалуйста, значит, мощность вот развиваем портовую деятельность и все удобные бухты на Дальнем Востоке. Все должно быть занято подсудостроением, судоремонтом и так далее. Мы должны усилить свою морскую мощь, а для этого связать ее с сухопутной. Но этого мало. Надо строить это вот в первую очередь Севсиб. Надо строить и транспортическую магистраль. То есть там, в Арктике, непосредственно на самом Севере. Вот мы с вами остановились на том, что сейчас Венеевский и Северный Сталин пытался построить 500 первых проектов дорогу до Енисея. Вот сейчас в нетростепени идет возрождение этой дороги. Есть такой проект Северный Широтный Ход. Там главные участники это железо-дороги, корпорация нашей железо-дороги России, так? РЖД. РЖД. Значит, Газпром, который в этом заинтересован, администрация Ямал-Онецкого округа, администрация ну и правительства России. Вот они вот на концессионных основаниях должна быть построена половина того, что тогда, когда-то планировал. Половину пути до Енисея. Это Лабенанги, морщины Енисея, Салихард, значит, потом Надым, Уренгой и такая станция Карачаева. Значит, она снизу, вот эта железо-дорога снизу подпирается той частью Свердловской железо-дороги, которая идет из Тюмени на Новую Уренгой, а там она это как бы охватывает обскую губу, обходит, и, значит, может служить для развития газовых месторождений на полуострове Ямала и на Гаданском полуострове. Это такая очень важная дорога. Вот ее, к сожалению, она должна была быть уже подходить к стадии завершения, к сожалению, затянулись вопросы, связанные с сиреном и так далее. Возможно, теперь это будет 2030 год. Значит, это проект реализовать и дальше нацеливаться в нескольком отдаленном будущем туда, значит, на Анадырь. А если вернуть, это Трансфортейская магистраль, а если вернуться к нашему любимому проекту Северо-Сибирской магистрали, то, конечно же, из Уст-Илима, вот в том варианте, как я предлагаю, она должна повернуть на Непу, Непу такой пункт в Иркутской области, Якутск с мостом через Лену и прямо на Магадан. Начинают Уст-Илимые, когда мы двигаемся в сторону Якутска, мы пересекаем так называемую Восточно-Сибирскую нефтегазовую провинцию. Но наиболее известные проекты, которые там реализуются, это Чейнда, это основание силы Сибири, Чейнда, Чейндинское месторождение, и Талаканское месторождение, которое является основанием для нефтепровода Восточно-Сибирь, Тихьян, Восточно-Сибирская звучащие проекты, вон там их основание находится, там, где мы пересечем железной дорогой, там же находится знаменитая Непа, она заменита чем? Значит, там самое лучшее в мире месторождение калийных солей, из которых можно делать удобрения калийные. И бомбы, да. Бомбы, редкоземельные элементы. А двигаемся туда дальше, уже за Якутска, там мы попадаем прямо в новую Яно-Колымскую металлогеническую группу. Это в результате главных вечных работ, значит, подтверждены там советские изыскания, значит, и даже получены новые результаты гигантские провинции разного рода металлов, и благородных, и полиметаллов. Это вот на промежутке от Верхъянской горы до Магадана. Яно-Колымская так называем металлогеническая группа. Туда попадаем, по нашим. Вот эти планы, которые вы сейчас упомянули, они ведь на самом деле просто грандиозные, и особенно в условиях, вот сейчас, когда там война идет, едва ли они осуществлены в ближайшие годы. Но есть страна, которая свою страну уже всеми этими сетями дорог железных покрыла так, что уже девать их, он же не знает, что с ними делать. Через горы, через пригорки, вообще все. Это Китай. Как-то раньше я слышал, что китайцы нам предлагали построить железную дорогу и трассы даже автомобильные там из Москвы до Дальнего Востока, там восьмерядные, в том числе железные дороги. Но почему-то их к нам не пускают. А ведь они же были бы заинтересованы вот всю эту красоту сибирскую сделать с ответвленицами туда в Китай, чтобы самим потом хозяйничать. Но здесь все-таки их не пускают к нашей власти. Вы считаете, это как? Ведь вроде с китайцами дружат, вот наш президент туда все время ездит, их президент к нам ездит там. А почему мы должны приглашать китайцев? Ну, у самих-то нет средств, нет рабочей силы. Вот, вот. Знаете, я вспоминаю, хочу вспомнить такой великий русский писатель, я подчеркну, русский, Николай Васильевич Гоголь. Помните, у него есть вечеря на хуторе Близдеганьки? Ну, еще, да. Да, там кузнец Вакула, желая, значит, попасть в Санкт-Петербург на встречу с императрицей, чтобы попросить у него для черевички для своей Оксаны, значит, он хотел связаться с чертом, чтобы черт его туда отвез. И он пришел к некому такому подчеку. Подчек, это человек, который был связан с нечистой силой. который вареники ел. Да, который вареники, которые ему в рот сами прыгали. Сами прыгали, да. И вот Вакула спрашивает у подчека, подскажи мне, пожалуйста, ну, как мне найти этого черта? Подчек посмотрел на него и говорит, тому, у кого черт сидит за спиной, нет необходимости искать его. А почему он еще сидел? Помните, он мешок украл? Вот так же я здесь скажу. Хочу сказать, почему я эту историю привел. Тому, куда некуда девать деньги, значит, нечего, понимаешь, говорить о том, что их нет. Три триллиона долларов, 300 миллиардов, 300 триллионов рублей наших денег ушло за границу. Ну, это общий разговор. А что касается китайцев, то, понимаете ли, на самом деле, для китайцев, несмотря на все эти разговоры, шум, гам и туман, вовсе не этот путь был приоритетный, пересередной. А то направление Великого Шелкового Пути, которое идет через юг, через Среднюю Азию, будем говорить, через Ближний Восток, значит, прямиком в Европу. Ну, как это и было в Средние века, да. Он их в значительно большей степени привлекал по целому ряду причин. Значит, во-первых, тут есть и географические причины, и политические причины, и потом надо понимать так, надо представлять себе, как китайцы понимают Шелковый Путь. Это не просто дорога, при помощи которой мы переправляем товары, людей и так далее. Это пояс, в котором размещается целая серия разных предприятий. Чьи предприятия? Ну, хотите, будут ваши, но у вас же денег нет. Значит, это китайские предприятия. На этих китайских предприятиях должно быть исключительно китайское оборудование, китайская техника. И по возможности китайская рабочая сила. Вот как они себе понимают этот путь. Естественно, что с этой точки зрения им легче идти через эти страны, которые быстрее согласятся на это, чем предположим Российская Федерация. Это раз. Но поскольку, вы видите, Ближний Восток горит, ситуация неустойчивая и там, и всем этим путям китайским очень сильно противодействуют англосаксы разным способом. в конце концов, те же самые события в той же Армении и так далее. Это все, или как сейчас на Ближнем Востоке, это все звенья одной цепи. То, конечно же, актуализируются наши вопросы, те вопросы, которые касаются России и Китая. Назовем ли мы это над шелком путем или просто двустороннее сотрудничество и так далее. У нас есть целая серия перспективных проектов. Ну что ж, Вячеслав Антонович, спасибо вам огромное. Светлое будущее вы обрисовали, что мы покроем всю страну сетью железных дорог, причем по вечной мерзлоте. Даже если бы вы продолжали дальше, вы бы, наверное, сказали о тоннеле под Беринговым проливом. Но на этот счет мы с вами поговорим позже. А сейчас спасибо вам огромное и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров